В правительстве Мурманской области наградили первых гидов, прошедших аттестацию. Символичным стало то, что торжественная церемония и заседания на тему развития гостевой сферы под руководством губернатора состоялись во Всемирный день туризма. Туризм в Мурманской области развивается очень активно. Гостям региона предлагают отдых всех типов. Если, например, в Кировске больше востребованы спортивные развлечения, то в Териберке прогулки по природным местам. А в Мурманске туристы предпочитают знакомиться с историей города, поэтому популярны пешие экскурсии по памятным местам. Только по официальным данным на 1 сентября текущего года 300 тысяч туристов посетили Мурманскую область. Это в текущем году. Напомню, что в прошлом году у нас всего было 350 тысяч туристов. Такой растущий интерес к нашему краю у жителей страны и мира говорит о востребованности специалистов в гостевой сфере. Так, в Мурманском арктическом государственном университете есть возможность получить среднее и высшее образование по специальностям гостиничное дело, сервис и туризм. Выпускниками стали уже более 300 человек. Это и туроператоры непосредственно, это и экскурсоводы. И еще, помимо всего прочего, мы ведем образовательные дополнительные профессиональные программы. В отрасли ДПО это как раз экскурсовод. Количество часов от 114 до 200 часов. И выдаем специальное удостоверение, которое имеет право на прохождение аккредитации. Кстати, недавно в Мурманской области стартовал этап добровольной аккредитации гидов. Это репетиция перед большим экзаменом, который состоится в следующем году, согласно новому закону. И сегодня первое удостоверение из рук главы региона получили специалисты, успешно его сдавшие. Также получил свою заслуженную награду бывший ученик Североморской школы Андрей Грыля. Он стал одним из создателей экскурсий для школьников по Мурманской области. Это путешествия по природным местам, музеям и точкам, где проходили сражения в годы Великой Отечественной войны. В связи с тем, что мы живем на Кольском полуострове, мы мало знаем наш Кольский полуостров, поэтому мы предпочитаем отдыхать за ним. А по Кольскому полуострову по путешествиям очень мало и очень редко. Поэтому, когда мы ездили по местам такими, как Варзуга, Териберка, детей это очень восхитило красотой и мощью нашего Кольского полуострова, которую мы не видели. По признанию Андрея, скоро планируется создание туристического путеводителя для школьников. А более масштабными планами в регионе поделилась вице-губернатор Ольга Кузнецова. Она рассказала гидам и губернатору на совете о ключевых инвестиционных проектах в сфере туризма, потребностях в кадрах в индустрии гостеприимства. Продолжение следует... Продолжение следует...